Адыгейские оперативники накрыли группу учителей, решавших экзаменационное задание за своих учеников. В Кузыле дочь одного из министров сдала пустые бланки. Правильный ответ из-за нее вписала личный директор Тувинского института оценки качества образования. В Москве вместо школьников экзамен сдавали студенты. Не безвозмездно, конечно. Такое выгодно всем сторонам. Ученику хорошая оценка, учителю хорошие показатели успеваемости. А значит и выше зарплата. А что же с качеством школьного образования? В целом школьники стали слабее. Их стало меньше, и они стали слабее. Поэтому сдадут они на пятерки ЕГЭ или сдадут они их на тройки, от этого уровень их подготовки не изменится. Единственное, что они могут вытеснить тех, кто посильнее, но это не будет массово, мне кажется. Первая сессия, говорит Елена Косачева, расставит все по своим местам. В этом году в ЧГУ почти 700 бюджетных мест, более 400 заочных. А всего этим летом наберут около 2000 студентов. Специальностей теперь больше. Появилось много новых технических направлений подготовки. Документы будут принимать до 25 июля у очников и до 20 августа у заочников. Кстати, выпускники прошлых лет могут выбрать, какой экзамен сдавать – ЕГЭ или традиционный. Правда, такое право имеют только те, кто закончил школу до 2009 года. У остальных выбора нет – только ЕГЭ. Последние события вполне естественно вызвали бурю негодования и критики в адрес этой уже не новой формы экзаменовки. Саму масштабную аферу, связанную с ЕГЭ, помог раскрыть математик учитель года 2006 Дмитрий Гущин. Он обратил внимание на то, что в социальной сети ВКонтакте появилась и группа. Ее создатели предложили абитуриентам сфотографировать задание. И за оплату в размере от 300 до 1000 рублей получить ответы буквально через час. Отметились на сайте во время экзаменовки 300 тысяч человек. Сколько выпускников воспользовались услугами СМС-рассылок мобильных операторов, пока даже неизвестно. Абитуриент Череповецкого вуза утверждает, в его классе никто не списывал. Это сейчас кажется, если кто списывал, там видно сразу. Тяжело будет чисто здесь. Но у нас никто не списывал. Поверим на слово, ведь даже если школьники и списывали, кто признается. Рособорнадзор на днях сообщил. В планах установка в аудиториях специальных глушилок и радиоперехватчиков. Но это пока только что называется в проекте. А вот судебная тяжба между оборнадзором и социальной сетью ВКонтакте не за горами. Впрочем, модераторы сайта уверены, они смогут отбиться от любых исков. Социальные сети не отвечают за то, что пишут их пользователи. Вот и получается, что преимущество в баллах на вступительных экзаменах теперь не у тех, кто сдавал экзамен своим умом, а у тех, кто соврал, что телефона с собой нет. В Логотской области, утверждают представители Департамента образования, с сотовыми телефонами застукали несколько девятиклассников и ни одного одиннадцатиклассника. Я сама присутствовала на экзаменах. Там довольно-таки нереально все это провернуть. Два педагога сидят в аудитории, очень много посторонних людей, непричастных к данной школе. Из Вологды во все районы приезжали представители. Там довольно-таки так опасно. Получается, выпускники наших школ проиграют в количестве баллах более предприимчивым сверстникам из других регионов. При этом министр образования и науки Андрея Фурсенко считает все трудности с ЕГЭ временные. Потом к единому экзамену все привыкнут. А вот только сам написать ЕГЭ, министр отказался без объяснения причин. Теперь остается только догадываться, то ли ему школьную программу нужно повторить, то ли телефон с выходом в интернет не захотел с собой.